В Беларуси с 10 ноября стартовала акция дополнительной профилактики половой неприкосновенности детей. В случае принудительного нарушения границ несовершеннолетних, Уголовный кодекс Республики Беларусь предусматривает ответственность до 15 лет лишения свободы. Как уберечься от сексуального насилия и на что обратить внимание родителей, узнали у специалистов. Открытый разговор на тему половой свободы и сексуального воспитания – путь, по которому идут сотрудники УВД Могилевского обл.исполкома. Данный вид преступления на самом деле является высоколатентным. И зачастую злоумышленники на протяжении длительного времени скрывать свои деяния. И вот проведение как раз таких мероприятий, доведение этой информации до широкой общественности, до максимально широкого круга населения, позволяет нам своевременно получить информацию о совершенных преступлениях в данной сфере, отреагировать на них и пресечь подобные действия. В 90% случаев, говорят специалисты, жертвы знают своих преступников. Это могут быть соседи, родственники, друзья или знакомые родителей. Самое популярное пространство для совращения несовершеннолетних – интернет. Притворяясь ровесниками, взрослые люди с нездоровым интересом заводят общение с детьми, вымогают интимные фотографии или личную встречу. Они на самом деле тоже являются достаточно тонкими психологами и понимают детскую психологию. И зачастую в общении в сети интернет заставляют детей таким образом предоставлять им различные фотографии интимного характера, после чего могут продолжить шантажировать ребенка, требовать предоставления все более и более интимных фотографий, и угрожая распространением данных материалов в кругу знакомых и родственников данного ребенка. Детская площадка, дорога из школы или спортивной секции – еще одно место для знакомств с детьми. Иногда за предложением «давай помогу починить велосипед» или «угощением сладостями» может скрываться педофил. Не лишним будет напомнить ребенку правила общения с незнакомцами в общественных местах. Нельзя принимать какие-либо угощения, куда-то удаляться с незнакомыми людьми. И при попытках познакомиться со взрослыми людьми на улице незамедлительно сообщать об этом родителям, либо взрослым, которым доверяет ребенок. Родители должны учить, обучать детей правилам безопасности. То есть, как себя вести, например, в общественном транспорте, в магазине, на улице. То есть, как прохожий может взаимодействовать с ребенком, а каким способом он не может взаимодействовать. То же касается, например, прикосновений. То есть, например, посторонний человек может касаться руки ребенка, либо же не может. Все это должен делать родители и обговаривать вместе с ребенком. По статистике преступлений расстройство полового влечения чаще проявляется у мужчин. Если говорить о возрасте, то чаще всего сексуальному насилию подвергаются дети от 5 до 10 лет. Ребенок в таком возрасте не осознает характер совершаемых в отношении него действий. То есть, не понимает, что на самом деле совершается в отношении него. Второе, это то, что ребенок еще не всегда может словами выразить и объяснить, что в отношении него было совершено. Ну и третье, это то, что в таком возрасте преступнику наиболее просто обманом, либо угрозами заставить молчать ребенка. Как говорят психологи, распознать факт насилия можно по поведению ребенка. Если он стал замкнутым и все время ищет уединение – один из признаков. Иногда на покушение половой неприкосновенности могут указывать детские забавы. Свидетельствовать о том, что ребенок подвергся насилию, могут нетипичные игры с имитацией полового акта, к примеру. Там разговоры, которые сам завозит ребенок на интимные темы, а также познания. Когда ребенок демонстрирует познание в сфере половых отношений, которые нетипичны для этого возраста, и он еще в этом возрасте не должен обладать такими познаниями, чрезмерный интерес к половой жизнью маленьких детей. Все это свидетельствует о том, что ребенок может быть подвергнут насилию. При любых признаках насилия сотрудники УВД Могилевского обл. исполкома советуют сразу же обращаться в правоохранительные органы.